Понятно, что у этих трёх троек не может здесь не достать крестика, потому что тогда будет маленький квадратик, а у нас ещё есть целое поле, где будут заборы, их надо будет соединить. Так что здесь не может быть крестика. Здесь понятно, что надо будет поставить такие палочки. Это мы про тройки учили. То есть есть рядом две тройки, то такие три палочки. Ну а здесь, соответственно, две пары таких троек. Да, так что здесь сразу четыре палочки. Отлично. Да. Значит, если мы здесь поставим линию, то забору больше некуда будет идти, так что такого не может быть поставить здесь. Значит, здесь крестик. Так, ну тут здесь не может быть линия, так что мы ставим здесь. Здесь аналогично. Ну и крестик поставьте сразу. Да. Да, значит, у этого забора мы можем поставить сразу две линии. Если мы поставим линию вот здесь, то мы не сможем оградить эту тройку заборами. Ставим вот здесь, в ней. Вот эти тройки, она сюда, если мы поставим линию здесь, то ей будет... Должен не выйти, да, значит, вперед, вниз и вниз. Так, полисовываем в бэк от лей. И верили. Если будет здесь, тогда у этой тройки, эту тройку мы не сможем оградить. Значит, только будет здесь забор. Здесь мы продлеваем пруты. Так, значит, мы здесь еще можем продлить хоть. Нас еще учили, когда две тройки по диагонали. Да, когда две тройки по диагонали. Ну там... Что там? Какая там наука была? А, да, да. Значит, мы можем поставить сразу... Средневнейший ствол. Да. У этой тройки то же самое. Одну тройку, по-моему, так линия не может быть, потому что этот выход... С этим выходом мы не сможем... Вообще мы не сможем подойти. Так что ставим вот так вот. Вот так вот не может стоять забор, потому что ему тоже не куда будет идти. Так что он стоит вот так. И мы уже можем их соединить. То есть у вас действительно получился забор, замкнулся. Да. Спасибо.